Здравствуйте! Действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Давайте начнем с нападения в Грозном на Игоря Каряпина. Вы очень эмоционально отреагировали. Я читала ваш текст. Давайте поподробнее. Я не считаю, что эмоционально. Я считаю, что я дал справедливые оценки тому, что мы наблюдали в Грозном и то, о чем рассказал Игорь. То, что зафиксировано на фотографиях одного человека, незащищенного, без охраны, без оружия, интеллигента, врачей и с чемоданом. Ну, Игорь не старый, но и не молодой, конечно, безусловно. По сравнению с нападавшими? Да, безусловно. Атаковала сначала группа женщин, которые с ним спорили. Но в этом нет ничего такого. Спорили-спорили. Хотя мы не забудем, почему они с ним спорили на улице. Потому что, когда Игорь заселился, как любой гражданин Российской Федерации, в гостиницу в Грозной Сити. То есть, зарегистрировался, очевидно, дал паспорт и так далее. Пришел администратор гостиницы с неким вооруженным человеком и выгнал его оттуда. Дескать, мы вам тут не рады. Ну, в каких еще городах Российской Федерации можно будет из гостиницы выгнать вот такого человека, гражданина России, который в него заселился, по причине того, что ему не рады. Очевидно, таких городов теперь будет достаточно много. Потому что, как говорится, повод есть и пример подан. Женщины на улице с ним стали спорить, доказывать, что Всевышний его осудит. Ну, это, как говорится, их точка зрения. Тут я не вижу никакого криминала, никакой крамолы. А вот потом пришли некие молодые люди, которые стали у него кидать тортом, яйцами. В общем, оскорблять и унижать одного безоружного человека, не физкультурной такой вот внешности и не обладающего данными каратиста и борца, как, очевидно, те, которые это делали с ним, унижала толпа физически превосходящих его молодых людей. Я такого на Кавказе раньше не встречал. Никогда. Поэтому отсюда была моя реакция. Я просто вырос на поэзии Важа Пшавелла, великий грузинский пшавский поэт. У него такая была знаменитая поэма о госте, как кистинец, чеченцы так называются, кистинцами. Охотился, встретился с Пшавом, пригласил их все домой. Оказалось, что Пшав кровник других чеченцев, кто встал в этом селе. И он умер, защищая его жизнь. Отношение к гостю, даже к врагу, к человеку, который приехал, было всегда и по шариату, и по адату, и по каким угодно нормам, таким, что гостя не оскорбляли. Вот он уехал, ему можно сказать жесткие слова, но он уехал, и уехал, и все, и слава Богу. Вы тут риторические вопросы задаете, что же такое случилось с молодыми жителями Грозного, что они себе такое позволяют, а что с ними случилось? Ну, очевидно, они, как говорится, попутали рамсы, как говорят. И перешли все возможные границы, и исламские, и национальные границы, и исламской национальной культуры, традиции. И моя позиция однозначена. Плюс к этому есть еще один момент. Нападение совершено на члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Игорь Александрович Каляпина пригласил в этот совет сам президент. Поэтому нравится кому-то позиция Игоря Александровича Каляпина, или не нравится позиция Игоря Александровича Каляпина, считает его пятой колонной, или не считает его пятой или восемнадцатой колонной, или какой угодно колонной. Но президент считает своим долгом и считает для себя возможным, может быть, не долгом, тут я переборщил, возможным советоваться с Игорем Александровичем, который является советником президента на общественных началах. Таким образом, нападение совершено на человека, которому президент выказывает свое уважение из 140-миллионной страны, приглашая его в состав Совета, в который входит, по-моему, 60 с чем-то человек. И президент является не президентом только тех россиян, которые ему льстят или которым ему поют филиппики, а и тех россиян является президентом, который его критикует, который его не любит и который даже выступает против него. Он является гарантом Конституции. Стало быть, нападение на члена президентского совета, который является советником президента, это в том числе и, на мой взгляд, некий, может быть, неумышленный, но, конечно, крайне оскорбительный демарш в отношении президента Российской Федерации. Но Дмитрий Песков же уже прокомментировал эту историю. Комментарий Дмитрий Песков был достаточно жесткий, конечно, я видел. Нет, но по поводу личного выпада в адрес президента, он считает, что все-таки это не является ударом президента. Ну, он так не считает, а я как член Совета по правам человека считаю, что создан прецедент нападения на членов Совета президентского в любом регионе Российской Федерации. Наши члены Совета занимаются крайне опасными темами. Допустим, в Чеченской области Яна Лантратова занималась насилием над детьми в детских домах и криминализацией детских домов, за которые, как мы выяснили, стояли чиновники и криминальные элементы, связанные с властью. Угрожает этой жизни Яне Валерьевне такая работа, безусловно, угрожает. Нет, другие занимаются насилием в тюрьмах, беспределом в тюрьмах, коррупцией, произволом, которые есть в разных регионах, по-своему, из криминальной элементы. Если здесь не будет дана оценка правовая, в том числе, если те, кто напал на Игоря Александровича, вот эти молодежь, по крайней мере, не извинятся перед ним, как угодно, пугатырка грозный, или приедут в Москву и в лицо ему скажут, если они мужчины, мусульмане и чеченцы, что, простите, мы с вами не согласны с вашими взглядами, с вашими идеями, допустим, мы не хотели бы, чтобы вы к нам приезжали, но, простите, что мы вас оскорбили и унизили как человека публично. Мы, собравшись в стае, у меня нет другого слова, напали на вас одного, и так вас унижали, и, собственно, радовались этому. Я считаю, что статус Совета по правам человека, каждого его члена, находится под угрозой. Потому что нас могут, те, кто занимается опасными темами, опасными делами, которые не нравятся местным властям в разном регионе страны, могут подвергнуть оскорблению, насилию, и, как говорится, им ничего за это не будет. Ну, смотрите, а если все нападавшие, как вы говорите, извинятся, приедут даже в Москву извиняться, что на этом будет инцидент исчерпан? Ну, дальше, мне кажется, надо разбираться, как и почему это получилось. Если есть какой-то конфликт между руководством Ченской Республики и господином Каляпиным, и другими правозащитниками, я считаю, что уже ситуация вышла за рамками допустимой. И, безусловно, здесь требуется вмешательство и Совета, и, ну, конечно, после извинений, которые будут принесены Игорю Каляпину. До этого, мне кажется, что мы не поедем в Грозный ни с кем разговаривать. Вот они извинятся, вот эти молодежи, после этого можно ехать с Игорем Каляпиным в Грозный или руководителем Грозного, если между ними есть какая-то полемика, дискуссия. Я ничего страшного в такой полемике не вижу. Я не вижу ничего страшного в карикатурах, которые были друг на друга там и так далее. Вы считаете, что это просто какие-то некие молодые люди, которые вот так решили поступить, руководствуясь собственными? Нет, они, очевидно, были возбуждены той публичной дискуссией, которая велась руководством Членской Республики, в том числе в Инстаграме с правозащитниками. Я ничего в этой дискуссии не вижу противоправного или противозаконного. Просто Рамзан Кадыров неоднократно высказывал такие критические оценки в адрес Каляпи. Высказывал Рамзан Кадыров, высказывал Магомед Даудов, спикер парламента. Еще раз говорю, я ничего не вижу в высказываниях противоправного. Я считаю, что тон этих высказываний должен быть другим. Мне хотелось бы, чтобы в цивилизованной стране люди не оскорбляли друг друга. Или, по крайней мере, чтобы эти оскорбления не носили такой вот характер уже личностных нападок. А почему сейчас нет никаких высказываний как раз со стороны Рамзана Кадырова, других представителей власти региона? Вы позвоните Рамзану Ахмадовичу и спросите его, я что, его духовник, что ли? Ну, послушайте, вы же знаете сами, что он очень живо реагирует на многие события. Я как раз в Инстаграме зачастую какие-то фотографии выкладываю с комментариями, а здесь молчание какое-то. Вы просто сами писали, что власти должны считать справедливую грозную оценку. Я считаю, хотелось бы, чтобы оценка была дана нападению на безоружного немолодого человека в центре Грозного, оскорблению его. Это как-то мне странно. Я таких традиций у чеченского народа не слышал про них. Да не только у чеченского, у русского, у любого народа, понимаете, таких традиций нет. Чтобы так вот унижать посреди своего и не имея большинство на своей территории, около своего дома, беззащитного, безоружного человека, который не является военнопленным, а в принципе имеет такие же гражданские права, как и те, кто его окружал. Максим Ильич, давайте сейчас перервемся, ненадолго вернемся, через несколько минут. Особое мнение журналиста Максима Шевченко. Продолжаем разговор о недавнем нападении в Грозном. Я просто считаю, что эти события подставляют Рамзана Кадырова, и что, мне кажется, ничего страшного не было, если бы Рамзан Ахманович сказал бы, что, вы знаете, я не люблю Каляпин, я не согласен с Каляпином, я считаю деятельность Каляпина вредной. Но произошло ужасное. Но при этом это недопустимо нападать на человека и оскорблять его, и унижать его таким образом публично в центре чеченской столицы, да и где угодно. Хорошо, это бросает тень на Кадырова. Кто заинтересован? Я не сказал, что это бросает тень на Кадырова. Я сказал, что это его подставляет. Но кто заинтересован, я не знаю. Я думаю, что некоторые поступки делаются просто по инерции, потому что люди настолько себя разгоняют, свою психику, что уже не могут остановиться. Вообще, в том, что дискретизм Кадырова многие заинтересованы. В Кадырова идет системная война, информационная война, политическая война. И слишком серьезные силы. Все говорят так абстрактно, силовики, силовики. Силовики слишком растяжимые. Понятие. Да, мы вот в прошлый раз с вами когда обсуждали силовиков, вы мне тоже сказали, что их очень много. Силовиков в России, просто скажем, что их пересчитать, еще раз повторюсь, невозможно этих силовиков всех, ни по пальцам рук, ни по пальцам ног, понимаете? Ну, смотрите, в этой ситуации, что еще важно, это же нападение произошло не само по себе, оно произошло после другого нападения, которое мы обсуждали, да, на границе Чечни и Ингушетии. Неужели после произошедшего не могли власти Чечни как-то постараться обеспечить безопасность Каляпина? Я считаю, просто не то, что не могли, а были обязаны это сделать, это было в их интересах. Для имиджа того же самого чеченского руководства было бы очень хорошо, если бы Каляпин поработал и уехал оттуда, сказал, вы знаете, с меня даже волос не упал. Если бы с ним обращались холодно, там, не знаю, без какой-то любви, ну, вежливо и корректно. Потому что британский такой стиль джентльменский, он всегда гораздо эффективнее, чем страсти, эмоции, швыряние тортами и яйцами, в кого бы то ни было. Это какой-то из каких-то комедий американских 20-х годов, понимаете? Когда там Чарль Чаплин с каким-нибудь еще человеком, там тортом по очереди другу там физиономию так вот лупит. Вообще эта манера, мне кажется, какая-то унизительная, оскорбительная. Для страны в целом и для населяющих людей. Вспоминая нашу прошлую дискуссию о приезжих, да, тех, кто приезжает в Чечню, в общем, в принципе, в другие регионы тоже Северного Кавказа, вы говорили, что за ними некий контроль, некая слежка устанавливается. Ну, за всеми, кто, за иностранными журналистами, безусловно. Ну, а за правозащитниками? Правозащитниками, за всеми, кто так иначе критикует действия силовых структур или действия федеральной власти или местной власти на Кавказе, безусловно, устанавливается внешний надзор, наблюдение. Иногда это наружное наблюдение, просто приоритет. То есть, в этой ситуации возможно, что кто-то просто наблюдал, как и в предыдущей ситуации, безумовно, за происходящим. На территории Чеченской республики я не знаю, кто наблюдал, кроме местных силовых структур. Ну, то есть, они могли наблюдать и не вмешивались. Ну, не просто не вмешивались, а там же человек с оружием пришел его из номера выселять, как я понимаю, судя по его словам. Я, естественно, не видел этого человека. А почему не вмешивались? Может, как раз и вмешались. Потом, когда я дозвонился ночью до Игоря Александровича, он в УВД, очевидно, в Ленинском УВД, центральном УВД Грозного, сидел и, как он спишет, тут даем показания. Он сидел в грязной одежде, ему не поменяли одежду. Тоже странно, понимаете. Ну, могли бы ему дать сразу сказать, ну, ладно, мы вас не любим, мы не согласны с вашими высказываниями, ну, как ты так сидишь, у тебя человек, немолодой человек уже сидит в грязной, там, он может заболеть, что-то с ним случится, дать ему одежду, вот, поменяйте вашу одежду, переоденьтесь, да? В принципе, ничего такого в этом нет. Почему? Что случилось? Я не могу понять. Как будто что-то переклинивает у людей, что-то отказывается, какие-то механизмы. Вообще удивительно. Я не думаю, что эта акция встретила широкую поддержку у чеченского народа, кстати. Я разговаривал со многими чеченцами, которые любят Рамзана Кадырова, которые не любят Рамзана Кадырова. Я не встретил ни одного, который бы сказал, да, правильно, вот, кинули тортом в Игоря Каляпина. Все, скажем так, находятся в этическом таком шоке неком. Вот все в шоке, вы в шоке, опять же, возвращаясь к общей ситуации. Я не только в шоке, я очень озабочен, Даша. Это неудивительно. Я не только в шоке. Многие считают, что это, в принципе, вполне логичное продолжение развития ситуации. Я считаю, что это система, в частности, общероссийской ситуации с правозащитниками и с теми, кто критикует власти, местные и федеральные. Я считаю, что это просто... У нас больше всего достается, знаете ли, критикам местных властей именно на Кавказе, как-то в других регионах. Да нет, вы не правы. Есть в собственности регионы, просто это информационный взгляд. Или это наше внимание повыше. Да, внимание. Рядом в Дагестане, еще раз пущу, убито несколько журналистов, но об этом не говорится каждый день, понимаете. Это не торты швырять. Это близкие регионы. В Чечне хоть тортом швырнули, а в Дагестане в Хаджимрата Камалова семь пуль всадили. Или в Ахмеднаби Ахмеднабиева. Дело, которое было как раз прекращено в тот день. Да, допустим, в Омской области, понимаете, до сих пор не расследована смерть депутатов местного совета, понимаете. И там известных, которые были оппонентами губернатору многолетнему, который там пребывал. То есть беспредел повсюду? Ну, не повсюду. Почему есть регионы, в которых я не сказал бы, что есть беспредел. Есть регионы, в которых власти, наоборот, стараются наладить правовую культуру. Я сейчас не хочу их называть. А есть регионы, в которых власти допускают события, которые вызывают просто отвращение и ужас. В частности, ну не ужас, чего мы боимся после двух чечанских войн. Отвращение. В частности, снос домов в Тульской области цыганских. Понятно, что кто заступится за цыган? Понимаете, кому нужны цыгане? Так, наверное, рассчитывают. Цыгане же все, как известно, наркоторговцы. Что абсолютная хрень. Я вот, допустим, связался с Надеждой Георгиевной Деметр, главой федеральной автономии «Цыган», представительной с одной из лучших и таких древнейших и прекраснейших цыганских русских фамилий. Деметр – это великая певица цыганская тоже. Тетя ее, кстати, по-моему. Она профессора московского университета. К вопросу о цыганах, которые не образованы, да, знает много языков. Она рассказала в деталях. Я надеюсь, она к вам завтра придет на «Эхо Москвы», может быть, и в эти дни. И как никто другой, она знает детали. Да, 60 лет эти люди жили в этом Плехановском поселке, не оформляли. В советское время какая там собственность на землю? Жили люди и жили. У советской власти была целая программа по, скажем так, привязке цыган к земле. Нам сегодня очень много об этом рассказывало. Конечно, естественно. Председатель Мемориала Стефания Гулаева. И вот вы видите в видео, я его в своем фейсбуке разместил, как ОМОН избивает женщин. Нет, ну подождите. Правы эти женщины? Не правы? Ну кто? Ну где? Это видано. Нет, 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 подождите. Давайте немножечко отмотаем назад. То, что они взяли палки в руки и стали этих бедных сотрудников газовой компании отгонять от газопровода, это нормально? Вы знаете, в цыганских семьях много детей. И в цыганских семьях детей бывает там 3, 5, 7, иногда 9. Я знавал цыганские семьи с 9 детьми. У меня вопрос. Вы на чьей стороне? Сотрудников газовой компании или детей, которые в холодное время года могут остаться без газа? Вы все-таки на стороне права, наверное, нет? То есть, против детей, правильно? Я на стороне детей. Я считаю, что газовые компании... В юридическом поле и легализовать их. Ну а мне рассказывают цыгане, которые знают эту ситуацию, та же Надежда Георгиевна, что власти упорно не решали правовые вопросы легализации этих домов, в которых они жили. Ну а живут они цыгане, они какие-то не пришлые цыгане. У Лаева нам рассказывала, что проблема в том числе и в том, что действительно многие не образованы и не знают, что делать с бумагами, как правильно подавать какие-то документы. И власти, конечно, и не способствуют образованию этих людей, поэтому ситуация в стране. Вот цыгане, например, в этом поселке Плеханов сам создали школу, сами создали школу, на свои деньги наняли учительницу, чтобы учить детей русскому языку. Эта школа с 1 по 4 класс, условно говоря, они учат. Государство им не помогает. Несмотря на то, что еще я помню на заседании Совета по международной отношениям и бытность Медведева президентом было принято Дмитрий Николаевич Казак тогда. Да, это было, кстати, включено в федеральную программу по поддержке цыганам, только это касалось культуры. Но социальных программ поддержки цыган нету, как и социальные программы поддержки многих других людей, которые находятся в силу своих культурных особенностей в такой же ситуации. То есть, в принципе, вы считаете, что они правильно поступили, взяв палки в руки и привлекая таким образом внимание к проблеме? Я считаю, что если мотивом их была защита жизни, здоровья детей, то я, безусловно, настроен детей против государства. И тем более против каких-то частных компаний, понимаете, которые ломят такие цены за проводку газа, что вы, какая-нибудь бабушка, живущая в домике около Тулы или около Москвы всю свою жизнь. Никогда в жизни этот газ не проведет в свой дом. Будет находить комиссионерами и ветеранами в войне. Говорят ли, что газовики туда пришли не просто так, а потому что из-за незаконной врезки там все вообще обеспечивается? Я считаю, что изгивать под камеры женщин дубинками недопустимо. Я считаю, что любой конфликт можно было привлечь в ту же самую надежду Деметра, понимаете, члена президентского совета и главу федеральной культурной автономии цыган. Привлечь совет по правам человека и не доводить эту ситуацию до избиения под видеокамер дубинками женщин. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко скоро продолжим. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Продолжаем обсуждать эту цыганскую историю, связанную с такими беспорядками, по факту, в Плеханово и с противостоянием местных цыган и силовиков. Вы говорили, что, в общем-то, газовые все компании должны, в первую очередь, учитывать нужды народа. В нормальной стране, которая и исполняет Конституцию, а в Конституции записано, что Россия – это социальное государство, забота о детях является приоритетной задачей государственных институтов. Причем, неважно, цыганские это дети, русские дети или какие-либо еще дети. Дети являются будущим. В этом поселке нет школы, цыгане сами создали школу, как я уже сказал, и сами платят учителям из своих денег, чтобы дети не были неграмотными. В этом поселке нет газа, и туда проведены... Это цыгане, которые живут там 60 лет уже, это, по словам Надежды Деметр, еще раз сошлюсь. То есть, это не приезжие, это не иностранные. Все они имеют гражданство российское, имеют... Да, цыгане живут своим укладом, который возник за тысячелетия до возникновения Российской Федерации. И думаю, когда Российская Федерация останется когда-нибудь памятником летописей, цыгане все равно будут на этой земле существовать, поверьте. По таким средневековым преданиям цыгане до страшного суда будут жить вот так вот, бесприютно, без Родины, кочевать и так далее. Вообще, советую прочитать историю цыган, такая прекрасная монография, такой огромный труд, толстенный. Кстати, под редакцией Надежды Георгиевны Деметра вы там узнаете об истории цыгана, обо всех мифах, связанных с цыганами, о разных типах цыгана, об укладах цыган России, Румынии, Европы, Ближнего Востока и так далее. Потрясающая энциклопедия цыганской жизни читается запоем просто-напросто. Так вот, я считаю, что государство нормальное, безусловно, решило бы вопрос с проведением газа или каким-либо иным способом переселения этих людей в то место, где дети могли бы жить нормальной жизнью. Но ведь, слушайте, вот эта история с проведением газа, она ведь не является историей только о дискриминации цыган. Плохом эту землю, на которой ломают дома, хотят отдать каким-то богатеям. Ну, хорошо, подождите, вот давайте на этом сосредоточимся. Вот отсутствие газа, это большая проблема. Но разве только цыгане с этим сталкиваются? Разве вы не помните, как собирали деньги на дрова старушкам? Ломят такие страшные деньги, что какие-нибудь старушки, которые живут в Московской области, под Москвой, в своих домиках, живут уже там десятилетиями, понимаете? Бывшие деревни, дачные поселки. Не только старушки крестьянские, а интеллигенция, допустим. Да, слушайте, практически каждую осень мы слышим об акциях, соберем деньги на дрова там для деревни такой-то, потому что нет газа. Конечно, в стране, которая добывает газы, является одним из крупнейших добытчиков газа в мире, нельзя провести газ, понимаете, в каждый дом. Вот плохо Кадыров или хорош Кадыров, но в Чечне он провел газ в каждый чеченский дом практически. Как это изменить по всей России? Просто усилием воли провести газ, заставить провести газ в каждый дом на территории России. Ну, а что лично мы можем сделать? Лично мы с вами, как журналисты, можем здесь устроить самосожжение в прямом эфире. Например, мы этого делать не будем, поэтому мы будем считать, что мы исполняем свои профессиональные обязанности, просто заявив эту тему, как повестку, общественную, политическую информацию. Вот заявили мы с вами, и что вы думаете, сразу все изменится? Ну, вот давайте серьезно рассуждать, а как вы представляете себе влияние со стороны общества? Наша работа, как журналистов, заявить об этом, вот мы заявили, как тему политической повестки, мы ее обсуждаем. Если вы завтра позовете Надежду Деметр, вы дополните, разовьете эту тему, понимаете, и так далее. Что дальше, как дальше изменить? Дальше нам надо менять в целом принцип функционирования этого государства, чтобы он соответствовал Конституции, на которой он живет. Там сказано, что социальное государство и многонациональный народ, включая цыганский народ, потому что много наций, включая цыганскую нацию, является держательным власти в этом государстве. Я говорю, что эти принципы Конституции должны возобладать в Российской Федерации. Может быть, даже власть надо поменять? Даш, надо поменяем. Но пока не надо. Вам сейчас прям хочется поменять власть? Нет, я пытаюсь понять, кто... Нет, почему же сейчас? Кто в принципе... Выборов дождемся? Дождемся, само собой. Вот и хорошо. А потом поменяем. У вас будет законная возможность поменять власть в ходе сначала парламентских, потом президентских выборов. Ну, просто если это власть, не способна провести газ в стране, которая, в общем-то, газом владеет. Ну, Тульского губернатора, как я понимаю, поменяли. И он сразу, очевидно, решил завоевать дополнительное доверие тульского населения таким вот конфликтом с цыганами. Ну, что же многие, как говорится, начинают свою политическую деятельность, разжигая этнофобии в населении? Это старая схема, старая традиция. Когда Ричард Львиновое сердце стал таким королем, не до конца укрепившимся в Англии, он организовал чудовищный еврейский погром. Помните, Эдуард Ленноногий тоже, когда пришел к власти, тоже начал с чудовищной резни погрома евреев, как бы британских, изгнав их на несколько столетий из Великобритании. Поэтому, как говорится, сразу объявить врагом какую-то этническую группу – это давняя традиция властей, которые по-другому не готовы или не могут обсуждать с народом социально-экономические, политические и финансовые проблемы этого народа. Давайте к международной повестке. По поводу курдов несколько есть новостей. Ну, наверное, самое главное, связанное с созданием этой автономии на севере Сирии. Что это вообще такое? Что из этого может получиться? Это может получиться федеративное устройство Сирийско-Арабской республики. Это может сохранить ее территориальную целостность. Это может обеспечить Сирии путь к миру по окончании жуткой гражданской войны, процветанию. А я уверен, что Сирия будет процветать, когда война закончится спустя какое-то время. И к превращению федеративной Сирийско-Арабской республики, но все равно целостной в своей территории, за исключением оккупированных Израилем голландских высот, естественно. Которые тоже являются частью сирийской территории. Возможность стать самым сильным, самым современным государством Ближнего Востока. По крайней мере, арабского мира. Ну, не считая Турции. Потому что Турция, конечно, самое сильное, самое современное, самое мощное государство этого региона. А вот эти переговоры нынешние, это не сорвет? Сирийцы вообще, это один из самых культурных народов на Земле. Вот когда говорят, что там варваризация Европы, потому что сирийские беженцы бегут в Европу. Я считаю, что сирийцы, и палестинцы, и вообще и ливанцы, жители Шама, так называемого, да? Беляди Шам, страны Шама, по своему культурному уровню превосходят среднего европейца примерно на две головы. Поэтому еще кто, как говорится, из них варвары? Вот эти современные европейцы, родства своего, и не помнящие, и не знающие, и многие из них сомневаются, мужчины они или женщины. И свою историю они обсуждать не могут, них за это в тюрьму сажают. В Австрии, в Германии, и во Франции за неправильные высказывания. Как и в России, кстати, тоже сажают в тюрьму за неправильные высказывания об истории. Вспомню эту диссертацию про Власова, которую в Питере сейчас... Ну, там пока не посадили, слава богу. Ну, не посадили, но уже, как говорится, травлю начали. Поэтому, собственно говоря, да, мне кажется, что здесь федеративное устройство Сирии – это один из возможных способов решения. Но вот это вот решение нынешнее курдов, не слишком ли оно поспешное? Может быть, надо было дождаться итогов переговоров, чтобы все уже... Мне трудно обвинять в поспешности людей, которые несколько лет подряд, истекая кровью, сражаются за свою жизнь, честь и достоинство. Я думаю, что им там на поле боя виднее, что поспешно, а что не поспешно. Хорошо, мне теоретизируют... Ну, а вообще этот мирный процесс, это не подорвет, как вам кажется? Мне кажется, это его подтолкнет. Просто сейчас критика звучит и со стороны Дамаска, и со стороны оппозиции. Ну, не все согласны. Дамаск хотел и по-своему у Ирана, и свое видение у Турции, и своя видение. Для турок эта федерация курдов тоже не очень как бы приятно. Ну, я не знаю, подтолкнет, не подтолкнет, это надо изучать на месте, надо съездить. Может быть, я вот весной поеду в эту сирийскую курдскую автономию. Как раз они успеют там что-нибудь уже устроить, обустроить. Ну, и что там происходит, почему бы и нет. Есть у меня такое желание, по крайней мере, поехать туда. Как и поехать в район Идлиба, я надеюсь, что представители оппозиции, которые контролируют разные территории, может быть, к этому времени война уже не будет такой жестокой. И как бы можно будет посмотреть своими глазами то, что происходит там. На территории, конечно, которая не контролируется террористическими организациями, но которая контролируется оппозицией сирийской. И мне кажется, что все равно надо будет налаживать политические и дипломатические контакты и какие-то правозащитные контакты. Эти российские правозащитники там не присутствуют. Amnesty International есть, Human Rights Watch нет. Ну, вот вы можете как раз представить Россию. Конечно, да, с удовольствием. Я очень люблю Сирию, очень люблю народы Шама, сирийцев, ливанцев, палестинцев. Да и ко многим израильтянам отношусь с большой симпатией. Те, кто не исповедует фашистские и нацистские взгляды, конечно. И я думаю, что мир на этой территории достижит. Надо просто работать на это. По поводу курдов есть еще один вопрос. В воскресенье в Анкаре был теракт. Сейчас стало известно, что ответственность за этот теракт на себя взяла организация Ястреба Свободы Курдистана. Расскажите, что это за организация. Я слышал много просто версий. Это надо Виталия Вячеславовича Наумкина вам спрашивать. Я думаю, Институт Востоковения прекрасно вам расскажет обо всех таких организациях. То есть, вы с ними не очень знакомы? Я вообще с террористами не очень знаком. Не имею в виду с ее организацией и устройством? Нет. Курды, я не очень хорошо знаю курдское устройство. Но я считаю, что те, кто осуществляет взрывы такие, должны беспощадно уничтожаться. И с ними должна идти беспощадная борьба. Террористические акты, взрывы, уничтожение гражданского населения, это вещь, которую нельзя ни понять, ни простить. И поэтому, как бы эта организация себя ни называла, ястребы, коршуны, кондоры, или орлы-белохвосты, освобождение Курдистана, они являются террористами. И разговаривать с ними надо, как с террористами. Остается совсем немного времени. Хотелось бы услышать Вашу оценку решения Владимира Путина о выводе основной части российской группировки из Сирии. Ну, самый длительный вопрос, мы оставим на самый короткий ответ. Ну, давайте кратко попробуем. Я считаю, что все цели, которые были продекларированы, внятные, политические, военные, достигнуты. Этих целей несколько. Первая цель – это сохранение у власти дружественного России правительства. Беусловно, после летних поражений 2015 года, когда сирийская армия потерпела ряд серьезных поражений, началась деградация военной инфраструктуры. И вот в сентябре российского контингента, безусловно, привел к невероятному подъему военного духа и восстановлению боеспособности сирийской армии и союзных ей подразделений ополчения. Установлен был оперативный контакт и с Хизбалой, и с иранским корпусом. Поэтому, естественно, это все сцементировало, сконсолидировало оборону президента Асада, и те, кто с его именем на устав сражаются. Но мы же вроде формально туда войска отправляли, чтобы с террористами бороться. Террористы – это еще непобедимы? Террористы – понятие растяжимое. Знаете, американцы отправили в Афганистан, в Ирак войска, чтобы демократию устанавливать. Много там демократии в Афганистане и в Ираке? Что-то я там не особенно много демократии видел, как и в других местах, куда они вторгались. Тем более мы не вторгались. Мы были по просьбе законного правительства Сирии. Кто-то не считает его законным, но большая часть страны, которая находится под его контролем, в основном с основными задачами, с цементированием. Вторая задача – это была, безусловно, стратегическая. И это удивительная вещь. Как маленькой тактической группой авиаполка и одной бригады была решена стратегическая задача военного, и политического присутствия России в важнейшем регионе мира. Максим Ильич, придется нам на этом остановиться. Там оставлена система ФБО С-400, а это главное достижение, которое есть. Небо Сирии находится под надежным колпаком российской системы противовоздушной обороны. Все, здесь ставим точку. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко.